Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать в Back to School! И вы знаете, я прям такой мастер-умелец, который снимает длинные видосы. На самом деле это видео должно было быть вместе с канцелярией, с вашими вопросами, но так как я умудрилась наснимать на 20 с чем-то там минут, я решила это видео разбить. В сегодняшний день у нас будет с вами канцелярия, то есть причем даже не вся канцелярия, только та канцелярия, которой хватит мне на первый месяц, потому что она где-то застряла в других странах. И следующий обзор по канцтоварам, по тетрадкам, по ручкам и всему остальному будет чуть позже, когда она приедет, я соберу, все отсниму. А сейчас я просто хочу вам показать то, к чему я готовлюсь к началу этого года, и покажу в сегодняшнем видео. Ответы на ваши вопросы по поводу школы будут завтра. Да, два видео подряд у меня так получится, потому что август, к сожалению, заканчивается, лето уходит, но обещанное нужно выполнять, и я, как и хотелось, это сделаю летом, и все эти два видоса выпущу летом. Поэтому давайте смотреть. Ну и мои, так скажем, штуки, канцелярия, хотя бы которой хватит на первый месяц, она вот такая вот, то есть я вам сейчас покажу ручки, ручки эти очень классные, и я покупала их, господи, в каком же магазине их покупала? Короче, начнем с карандашей. Карандаши приехали со мной вместе с телеканалом ТНТ, когда была презентация сериала Кичкома, и у меня, карандаши мне не нужны, потому что у меня они есть, и целых две штуки, они, в принципе, мягкие, мне устраивают, и тут даже власть. На Алиэкспрессе еще очень давно, еще перед летом я заказала такой пенал, я понимаю то, что как бы вот такая ручка, она сюда не влезет. Ну, в принципе, карандаш, ну, сейчас посмотрим. О, ну карандаш вмещается, ну, не зря купила. Ну, мне просто очень нравятся всякие такие вещи, которые связаны с Англией, с Лондоном, и там было много разных цветов, но мне понравился именно такой пенал. По крайней мере, его, если что, можно использовать как кошелек. То есть, как бы, главное, что он китаем не пахнет, как все остальное. Я очень люблю ручки с запахами, они, когда пишешь, чернила пахнут всякими приятными штуками, очень похожими на духи. И вот эта вот ручка, она полностью сделана из какой-то резиновой, потому что она вся мягкая. Даже сама ручка, даже сама резина чем-то пропитана, короче, пахнет хорошо. Стерлин здесь очень тонкий, и этим он мне тоже очень нравится, потому что это, я считаю, что это очень удобно, я люблю писать. И это, да, это гелевая ручка, она такая вот вся сама по себе, и у кого очень красивый тонкий почерк, я думаю, что она очень хорошо подойдет. Это же ручка шариковая, здесь на конце реальные какие-то перо, перья. Ну, пух, короче, бедный. Единственное, она неудобная, что у меня, например, чихает от этого пуха периодически. Но она необычная. Я покупала ее в ТЦ на речном, там много всякой канцелярии есть, и она стоила что-то в районе 200-250 рублей, что ли, что-то типа такого. Вот, и единственное, что, я не знаю, надолго ли ее хватит. А единственный момент, тут очень маленький стержень, как бы, ну, вся цена ручки вот тупо вот за вот этот вот веер, так скажем. Конечно же, ее надолго не хватит. Но зато она прикольная. Еще у меня есть очень классные ручки, только, к сожалению, где-то я потеряла, видимо, остальные. Я знаю, что они находятся у меня в квартире, я просто их никуда не выношу, ничего. Короче, это ручка в форме мороженого, но тут есть также специальный такой магнитик, и когда у вас заканчивается ручка, вы можете приклеить это мороженое на холодильник, например, и оно у вас там останется, и будет вас радовать, и будет красиво смотреться. У меня такие же есть еще две ручки. Я, к сожалению, переверну пол комнаты для того, чтобы это видео вам записать, показать, потому что... Потому что их у меня три, и они разных цветов. Ну, в смысле не ручки, а в смысле само мороженое, которое вот здесь вот, да, оно разных цветов. Так как я не учусь в школе, но тетради для записи мне просто необходимы, то покупаю я либо блочные тетради, либо собираю их по несколько разных блоков, потом соединяю, либо тетради вот такого формата. Да, и в жизни, и на видео они выглядят круто, но именно эти тетради по 90 и 100 листов я покупала в фикс-прайсе, и качество самой бумаги, честно говоря, не очень. Однако, все равно, все же это пойдет под записи, и ни в коем случае не под ежедневник, поэтому, в принципе, все равно. Еще я очень люблю декоративный скотч, и стараюсь всегда покупать их каждый год в сентябре. Обычно скотч выглядит очень скучно, а тут все переливается и блестит. Были бы такие обои для дома, представляете, как это было бы ярко и круто выглядело, как думаете? И да, этот скотч также был куплен в фикс-прайс. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Встретимся уже очень-очень скоро, уже с Back to School, вторая часть, ответы на ваши вопросы по поводу школы. Я очень рада, что вы посмотрели это видео, несмотря на то, что оно получилось, может быть, даже таким коротким. В принципе, я уже привыкла снимать длинные видео, хотя понимаю, что не все их досматривают, но не хочу просто задерживать ваше внимание. Лучше займитесь чем-нибудь более полезным, чем зависать на ютубчике. Я вас всех люблю, всегда ваш огромный Наташа, и до следующего видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...